Радиозвезда Давайте представим, что человек из Средневековья вдруг попал в наше время. Наверное, он очень удивится, и, наверное, ему будет казаться, что весь мир стал наводнен волшебством. Вполне вероятно, что какие-то вещи покажутся ему знакомыми, потому что волшебные сказки существуют с давних времен. Давайте представим, какие сказочные персонажи, сказочные технологии воплотились в жизнь благодаря техническому прогрессу. «Волшебник из страны Оз» или «Волшебник изумрудного города». Помните, Страшило там хотел себе мозги? Если вчитаться в сказку, то он хотел не просто мозги, которых у него не было, а он хотел мозги хорошие, более совершенные, чем та какая-то базовая соображалка, которая у него присутствовала изначально. Такие мозги у нас уже есть. Об этом очень хорошо сказал Илон Маск. Он отметил, что телефон, который мы всюду носим с собой, это уже давно продолжение нашего мозга. Яркий пример – Википедия. Мы ведь не держим теперь все знания в голове, но они доступны нам постоянно. Мы можем зайти, посмотреть определение какого-то слова, узнать, как что-то работает, посмотреть рецепт. Мы храним в смартфонах воспоминания, там хранятся наши фотографии, какие-то семейные видео. Объём памяти человека уже гораздо больше, чем тот, который мог бы вместить человеческий мозг. И, как отметил Маск, главная проблема сейчас – это интерфейс. Нам приходится общаться с телефоном через набирание текста на клавиатуре, а это очень медленно. Чтобы эту проблему решить окончательно и бесповоротно, сам Илон Маск занимается нейроинтерфейсами. Что такое нейроинтерфейс? Это небольшая плата, которая подключается к мозгу и напрямую обеспечивает сообщение очень быстрое с какими-либо гаджетами. Это может быть как телефон, так и какой-нибудь бионический протез, пятая конечность или, кстати, модная сейчас тема – хвост для поддержания равновесия. Такие проекты уже тоже существуют и, по-моему, даже можно купить. Я очень удивился, узнав, насколько легко, оказывается, относительно, конечно, можно сделать нейроинтерфейс. Мне когда-то казалось, чтобы заставить нейроинтерфейс работать, нужно найти в мозгу какие-то конкретные нейроны, которые отвечают за определённые действия, за какую-то букву, за движение руки. И на самом деле это совершенно не так. Нейроинтерфейс представляет собой плату с электродами, то есть сотни таких иголочек. И эти иголочки можно воткнуть буквально в мозг практически в любое место, более-менее попав в нужный моторный центр или речевой центр, в зависимости от того, за какие действия этот нейроинтерфейс будет отвечать. И дальше человеческий мозг, благодаря колоссальной адаптивности своей, благодаря так называемой нейропластичности, сам определит, как ему пользоваться этими электродами, сам подключит к ним нужные связи и сам обучится пользоваться нейроинтерфейсом просто по опыту. Даже обезьяны, на которых проводятся такие опыты, они уже умеют играть в компьютерные игры, управлять роботизированными конечностями, само подключение – это даже не проблема. Проблемы существуют технические. То есть, во-первых, для этого нужно вскрыть черепную коробку и подключиться к мозгу. Это сложная операция. И эту проблему пытается решить стартап Илона Маска Нейролинк, используя специального робота, который делает это артверстие очень маленькое и очень точно устанавливает нейроинтерфейс в нужное место. И вторая проблема, которую тоже решить пока не удается, но над ней бьются ученые, это то, что довольно быстро эти электроды обрастают соединительной тканью, и электрическая связь теряется. И получается, что операцию, которую мы пережили некоторое время назад, приходится повторять. А это уже совсем обидно, опасно и нехорошо. Тем не менее, Ион Маск обещал, что в следующем году, в 2022-м, он проведет первые тесты Нейролинка на людях-добровольцах, а стартап Синхрон, который занимается нейроинтерфейсами для людей с ограниченными возможностями, обещает в следующем году представить уже коммерческую версию нейроинтерфейса. Причём их нейроинтерфейс устроен, пожалуй, даже немножко интереснее. Они устанавливают конструкцию, проникая в мозг через кровеносный сосуд, и изнутри, из кровеносного сосуда раскрывается некий цилиндр, который подключает электроды к нейронам мозга изнутри. Соответственно, эта установка уже не связана с операцией, не связана со вскрытием черепа, и проходит гораздо менее инвазивно. Давайте вспомним про волшебный эликсир галлов из фильмов про Астерикса и Абеликса. Там любой галл мог выпить из бутылочки эликсир и становился безумно сильным, сразу побеждал всех врагов. Хотелось бы иногда придать такой же силы нашим гаджетам. Вы наверняка замечали, что купленный относительно недавно, год назад смартфон, скоро начинает тормозить. И если вы играете в игры, то давно привыкли, что даже свежий компьютер не тянет современные игры на максимальных настройках, если, конечно, вы не вложили в него целое состояние. Решение этой проблемы придёт к нам с внедрением стандарта 5G. Как ни странно, с внедрением стандарта сотовой связи. Как это связано? Напомню, что сотовая связь, она беспроводная только на так называемой последней миле. На самом деле это вполне себе проводная связь. То есть, когда мы говорим по телефону, наш телефон связывается с базовой станцией, которая находится рядом. Ну, допустим, в 500 метрах, в 100 метрах. А говоря о стандарте 5G, где базовых станций будет гораздо больше, это могут быть и 5 метров, ну, 20 метров. Базовые станции будут повсюду. И дальше от базовой станции сигнал идёт уже по проводам. Со стандартом 5G придёт такая технология, как edge computing, то есть, вычисление на грани. Какая грань имеется в виду? Это грань между беспроводным и проводным. Прямо на базовой станции будет стоять компьютер с огромной вычислительной мощностью, который будет помогать всем гаджетам, которые подключены к этой базовой станции, с их вычислениями. То есть, представим себе, что вы играете в игру. Вы делаете какие-то действия на смартфоне, и эта информация управляющая передаётся через 5G, очень быстрый стандарт, на базовую станцию. Там на компьютере запущена игра, которая обрабатывается, она рисует безумно красивый кадр, который отправляется обратно к вам на смартфон. То есть, соответственно, смартфон принимает управляющие команды и показывает вам фактически потоковое видео. А само это видео формируется уже на базовой станции. Это принцип edge computing. Мало того, возможно, даже в пределах домохозяйств, грубо говоря, дома, мы будем тоже пользоваться этим принципом. То есть, у нас будет один мощный компьютер на весь дом, и все остальные гаджеты, будь то смартфоны, планшеты, какие-то ноутбуки, на которых мы работаем, скажем, на кухне, они тоже будут подключаться по беспроводному формату 5G или Wi-Fi 6 к этому большому мощному компьютеру. И только он будет заниматься мощными вычислениями, такими как игровые или рендеринг видео после монтажа, может быть, работа с какими-то базами данными, какие-то обсчеты. Все это будет происходить на одном большом компьютере, а результаты будут поставляться от него уже к каждому гаджету в отдельности. Итак, это называется «Эдж-компьютинг», связано с технологией 5G и тоже будет внедрено в ближайшие годы вместе с технологией 5G. А теперь давайте вспомним сказку «Три поросенка». Поросятам нужны были домики. Причем, если, опять же, вчитаться в текст, то домики нужны им были быстро. Как начинается сказка? Поросят гуляли все лето, потом они гуляли всю осень, и уже ближе к зиме им нужно было построить дом. Соответственно, один решил построить совсем быстро, второй применил технологию посерьезнее, и только третий решил потратить много времени на то, чтобы построить кирпичный дом. Сейчас им не пришлось бы так долго мучиться и ждать, потому что существуют технологии 3D-печати домов. Дома печатаются на 3D-принтере из бетона. Как представить себе этот 3D-принтер? Ну, если вы видели обычный 3D-принтер, домашний, промышленный 3D-принтер выглядит примерно так же. Что-то вроде портового крана, который ездит на рельсах вдоль стройплощадки туда-сюда, и наливает бетон в нужные места, в нужном количестве, без какой-либо опалубки, без предварительных форм, арматуры, просто наносит материал слой за слоем. И вот эта послойная печать, она позволяет строить не только дома, но и целые посёлки очень быстро. Представьте себе, вам не нужны каменщики, чтобы кирпич за кирпичом возводить дом. Вам не нужны люди, которые мешают раствор. Вам можно обойтись без каких-то предварительных операций по сборке домов на фабрике. То есть, процесс получается намного быстрее, так как в нём задействовано меньше людей, то и человеческий фактор из него вычёркивается, соответственно, стабильнее качество, меньше ошибок. И, конечно же, такие дома, вернее, их основная часть вот этих конструкций, остовы, они получаются дешевле. По технологии 3D-печати выгодно возводить не один дом, а целый посёлок. В следующем году, к примеру, откроется так называемый посёлок Ранчо-Мираж в Калифорнии, который будет напечатан на 3D-принтере. Кстати, Ранчо-Мираж использует интересную параллельную технологию. Они делают дома на фабрике, и на фабрике эти компоненты, из которых строятся дома, печатают роботы. Ну, не совсем печатают, они вырезаются из отдельных материалов, но главное, что все операции выполняют роботы, а не люди. Также дома на 3D-принтере обещают поставить своим покупателям компанию Icon в Техате, они строят посёлок из 100 домов. То есть, получается, что данная технология в следующем году уже будет официально и полностью внедрена. Есть ещё одна технология домов – модульные дома. Они наверняка понравились бы поросятам из сказки, потому что их можно просто переносить с собой, с места на место. Они бы могли сколько угодно убегать от волка. Чем примечательен такой дом? Это что-то вроде дома-контейнера, что-то вроде строительной бытовки, которую мы привыкли видеть на стройплощадках. Но у него внутри шикарный интерьер, хорошая климатическая система, которая поддерживает там идеальное качество воздуха, хорошее качество воды. Причём же здесь цифровые технологии. А вот при чём? Этот дом полностью автономный. То есть, для работы такого дома, для полноценной жизни, вам на участке, где вы его поставите, совершенно не нужно иметь подключения к электроэнергии, к водопроводу, к канализации, все эти системы уже встроены в дом. Каким образом? Ну, к примеру, у него есть большой бак для воды. У него есть аккумуляторы, есть солнечные батареи, чтобы эти аккумуляторы подзаряжать. Канализационные баки тоже автономные, встроены в этот дом. Опять же, при чём здесь цифровые технологии? А при том, что этот дом – это не просто недвижимость, это уже сервис. В каждом таком баке, будь то водяной или канализационный, есть датчик, который передаёт информацию о том, насколько заполнен бак в сервисную компанию. И когда у вас кончается вода, или когда бак с отходом и переполнен, вы не должны делать ничего, и не должны даже узнавать об этом каким-то образом. Незаметно для вас приезжает сервисная компания, заливает бак водой, удаляет отходы из канализационного бака, увозит всё это куда нужно, и для жителя этого дома всё выглядит так, как будто он просто подключён к коммуникациям. Для него совершенно не существует никаких коммунальных забот, все их берёт на себя управляющая компания, которая следит за состоянием дома благодаря цифровым технологиям. Модульный дом, о котором я сейчас рассказывал, можно приобрести в России. Они производятся в нашей стране, производством и проектированием таких домов занимается компания «Скорода». Модульные дома можно комбинировать, например, из двух модулей вы можете создать один большой дом, или даже из трёх можете ставить их друг на друга, делать многоэтажные дома. Существуют такие же автономные мобильные офисы, которые, например, в условиях пандемии можно поставить у себя на даче, чтобы работать не дома, где кричат дети, где работает телевизор, где ходят родственники, а можно работать в отдельном офисе, в котором установлена оргтехника, подключён интернет, и, опять же, работают все псевдокоммуникации, о которых не нужно заботиться. Известная история, что в такой дом недавно переселился Илон Маск, чтобы жить поближе к собственному производству, к Тесле. Не помню, правда, Тесла или SpaceX. В общем, Илон Маск переехал в Техас, чтобы жить в модульном доме. И именно тогда было интересно узнать, что, несмотря на то, что обычно Маск является вестником передовых технологий, такие дома, автономные, даже немножко более хорошо оснащённые технически, производятся у нас в стране. Как видите, в современном мире можно встретить множество сказочных артефактов из самых разных старых и не очень сказок. Если честно, становится немножко страшно за современных писателей и сказочников, которым, вероятно, будет всё сложнее и сложнее придумывать какие-то вещи, которыми они могут нас удивить. Тем не менее, я очень за них болею и надеюсь, что они будут придумывать новые и новые задачи для будущих инженеров. Рассказывал популяризатор науки, главный редактор портала «Цифровой океан» Сергей Опресов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лекция на Радио «Звезда» Радио «Звезда» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова